26 апреля во всем мире вспоминают ужасающую катастрофу, которая произошла 33 года назад на Украине, на Чернобыльской АЭС. Тогда в результате взрыва на атомной станции был полностью разрушен энергоблок АЭС. Из зоны бедствия были эвакуированы более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий катастрофы, рискуя своими жизнями и здоровьем, участвовали свыше 600 тысяч советских граждан. Военные, пожарные, милиция, добровольцы направляли сюда со всех уголков бывшего Советского Союза. Все они получили удар радиации. Многие не дожили до наших дней. Мы ставили палатки предварительно, готовили, расширяли наш городок. Жили в село Оранное, это 40 километров от Чернобыля. На самолете, то есть в 12 часов ночи нас в автобус. И в 5 утра мы были уже, есть аэропорт военный Белое. Привезли, переодели и увезли в село Оранное, где мы уже находились. То есть я был 2,5 месяца, 25 рентген получил. И после того, то есть уже отправили домой. Работали там на станции, вычищали эту грязь. В памятный день на Аллее Славы в очередной раз собрались герои Чернобыля. Их родственники, представители власти, депутаты, молодежь. Из патриотических клубов, школьники, военные и все те, кто хотел сказать спасибо. И мы помним тем, кто, невзирая на опасность, избавил мир от еще большей угрозы. Года назад страшная трагедия, авария на Чернобыльской атомной электростанции. Более 60 тысяч квадратных километров было подвержено заражению авиации. Катастрофа была бы еще больше, если бы не сотни тысяч людей, военных, гражданских, врачей, которые сразу же откликнулись на эту беду. И где-то ценой своей жизни, своего здоровья сделали все возможное, чтобы остановить распространение заражения. В мероприятии по ликвидации последствий принимали участие 500 анапчан, более 100 из которых уже нен в живых. Их мужественный подвиг навсегда останется в нашей памяти. Чтобы помнили, кому не обязаны своими жизнями, здоровьями, ликвидаторам Чернобыля. Мы живем, мы улыбаемся, мы растим детей, благодаря тем людям, которые спасли Кеснодарский край, мир. Все, кто участвовал в ликвидации последствий, а катастрофы были на войне. Но в Чернобыле был невидимый враг. Это был враг, который не стрелял, но все же унес очень много жизней. Это, первое, для того, чтобы мы помнили тех, которые отдали жизнь за нашу жизнь. Второе, чтобы никогда не допускали таких техногенных катастроф по расхлябанности человека, как была на Чернобыльской агрессии. Минутой молчания почтили присутствующие память всех, кого не обошла стороной та страшная трагедия. После чего все присутствующие возложили цветы на памятник жертвам Чернобыльской катастрофы. Олеся Давыдова, 39 канал.